В Гостомске военный музей посвящен битве за город в основном время армянского выступления, который жил в 18 апреля 1944 года. Вермахт решил выбить союзников с побережья. Для этого надо было за границами Ахбраба, а уже не откровить участие. Вермахт были моторизированные войска, которые мы могли бы 2 тысячи быстро сбросить дороги. Но все семь главных дорог в Азене сходили сюда, как города Бастонь, который был очень важен для людей на стороне. Если бы вы ездили с вами, как Бастонь, была резета, то это было бы не просто. В самом музее очень много техники, которая использовала имя в битвах за Бастонь, очень много различных материалов, которые показывают историю Второй мировой муниципалитации, что это Первая мировая война, если бы на Борденских лесах здесь тоже были пиклы. Дальше некоторая информация касательно становления истории, становления третьего рейда, которые были в частности. Но мы вернемся к нашей битве за Бастонь. Союзники были окружены в Бастонь. Ибо Амперия, когда уже не было действовало природные осады. Но, к сожалению, на среднем декабря срочного года они почти полностью нестратили на изобране. Но, к счастью, вы видите, не смогли наладить сооружение 8, но не смогли сбрасывать и неприблипасы против этого года. В конце декабря наступлены в Бастонь. В Бастонь были остановлены усилия восстановления партнерника. В течение недели за город вели сковороплитные бои без видового результата для обеих сторон. И 8 на января 1945 года, в виде бесперспективности дальнейшего наступления в Орденах и ввиду резко обострившейся ситуации в районе Будапешта, Гитлер отдал приказ об отводе 6-й танковой армии глубоко в тыл. Вот мы, кстати, пришли очень интересный экспонат. Как бы кусочек леса. И здесь очень много. Вот два таких экрана. Показывают, в принципе, всю историю битвы за Бастонь. Которая подкрепляется очень красивыми аудио-визуальными эффектами. Еще несколько интересных моментов. Войска союзников были плохо подготовлены к зиме. И очень плохо экипированы. Как мы видим, тут солдаты страдали от этого. И только сдвинулось дело с мертвой точки, когда они получили зимнюю униформу. Но, к сожалению, много из них замерзли. Ну а здесь образцы техники военной, которая использовалась во время этой битвы. Ну и униформы обоих противодействующих сторон, скажем так. Интересный еще экспонат кафе. Я так думаю, это в Бастоне, наверное. И если сидеть, представить, что это середина 40-х годов. И ты пьешь чашечку кофе. Кстати, кофе можно здесь же купить. И наблюдаешь, что происходит за окнами. И ты переносишь это на 80 лет назад. Смотришь на работу военного регулировщика, который регулирует транспортные потоки на узких улочках в Бастоне. Ну и в конце, понятно, мы увидели результаты войны. Разрушенные дома, погибшие солдаты. Неборок своего рода такое аудиовизуальное кладбище. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!